что и власть, и люди уходят из-под его влияния. Иосиф Сталин был глубоко театральным человеком. И посвятил он себя лицедейству, стал бы великим режиссером массовых зрелищ. Его театром и сценой была главная площадь страны. Какие там были роскошные похороны, какие были поставлены великолепные спектакли, которые далекие потомки будут смотреть разину в рты. В юности Иосиф Джугашвили писал стихи. В начале своей руководящей карьеры он посчитал это занятие слабостью. Но к 70-летию его восторженные прославители перевели сталинские вирши с грузинского на русский язык. Стихи, как стихи, не хуже большинства тех, что печатались тогда в газетах и журналах. Но истинного величия товарищ Сталин достиг в советской литературе в качестве редактора и центра. Его железная рука доминировала в советской критической мысли, а именные сталинские премии давали возможность с комфортом жить нужным ему писателям, а после смерти удобно устроиться на Новодевичьем кладбище. На более других из всех искусств он обожал кинематограф. С помощью лучших советских кинорежиссеров Сергея Эйзенштейна, Михаила Ромма, Сергея Герасимова, Ивана Пырьева и других по прямым указаниям или твердым советам Сталина снимались не просто фильмы, создавалась им продиктованная и утвержденная история 20 века. Такой масштабной фальсификации история не знала. Контроль над кинематографом был одной из функций вождя, который он никогда и никому не доверял. Достаточно вспомнить работу Сталина над фильмом «Иван Грозный» или же его «Неприятие» второй серии этого фильма. «Окно ухода на Оссор! Шош Иван ближних своих огнём! Но и к ним снизойдёт ангел с мечом и вымедит их из темниц!» «Молчи, Филипп!» «Покорись церкви, Иван! Покайся!» «Ивану не в чем каяться!» возражал Сталин. Бог ему только помешал уничтожить всех врагов.